Приветствую всех! С вами по-прежнему Попова Екатерина, дизайнер интерьера. В этом видео я поделюсь очень важной для многих людей информацией, как сделать маленькое помещение максимально функциональным, не забывая об эстетике. Безусловно, на первом месте мебель-трансформер. Я считаю, что за этой мебелью будущее, потому что она будет экономить не только место, но еще и время. Еще лет 10 назад такая мебель стоила бастословных денег, но на сегодняшний день появилось много производителей и практически на любой кошелек. Например, осенью я ездила в один из салонов мебели-трансформер, делала обзор. Эта мебель, конечно, не самая дешевая, но она безупречная в плане использования, и ей может поистить даже маленький ребенок. Ссылку на это видео я оставлю внизу в описании. Я настолько вдохновилась мебелью-трансформер, что решила купить в свою маленькую комнату диван-кровать-трансформер. У нее есть определенные недостатки, например, ограниченный выбор цветов ткани, ограниченный выбор цветов ДСП, нельзя добавить шкафчиков, каких-то элементов. Но, тем не менее, бюджет делает свое дело, прекрасно справляется со своими обязанностями. Вот, пожалуйста, вам диван, и сейчас я покажу, как диван превращается в кровать. Сначала убираем подушки, поднимаем за веревочку, тянем, опускаем диван. Дальше специальную ручку потянули на себя, опустили. И вот в этот момент нужно металлическое основание вниз тоже опустить. Я думаю, что ребенку маленькому все-таки сложновато будет все это сделать. Теперь ремни убрали. И, пожалуйста, вложили подушки. Спальное место готово, можно ложиться спать. Представим, что наступило утро, убираем, собираем диван, кровать. Здесь вот есть такая удобная полочка, которая может служить прикроватной тумбой. Положить сюда телефон или поставить чашечку чая. Если заранее еще предусмотреть здесь розетку, то еще можно будет заряжать этот телефон. Также вот в этой нише я сделала семейное фотопанно. Можно там повесить картину или какой-нибудь декор. Собирать кровать, это, конечно, одно удовольствие. Не нужно никаких покрывал расправлять. Это прям находка для лентяев, которые не любят собирать кровать. И тратить на это время. Вот, пожалуйста. Приподняли основание. Металлическое. Вот эту ножку убрали. Так, чуть подтянули. Все. Волшебное преображение. Кровать превратилась опять в диван. Если бы здесь стоял раскладывающийся диван, то вряд ли бы его часто собирали. С трансформером все раскладывается гораздо быстрее. Также очень популярны журнальные столики-трансформеры, которые превращаются в полноценный обеденный стол. Считаю, что для маленьких квартир это отличный выбор. Второе. Новинка этого года раковина, которая устанавливается над стиральной машинкой. Даже в трехкомнатных квартирах порой такие маленькие кухни и ванны, что не остается места для стиральной машинки. И тут вам поможет специальная раковина. Нужно учесть, что раковина глубиной 60 см должна устанавливаться на стиральную машину глубиной 45 см. Оставшиеся 15 см понадобятся для сифона и подводных труб. Третье место занимает входная дверь с зеркалом. Это решение будет идеальным в том случае, если в прихожей нет места для зеркала в полный рост. А может быть, просто нет возможности или желания покупки и монтажа отдельного зеркала. Посмотреть на такую дверь можно в одном из моих видеообзоров однокомнатной квартиры. Ссылку оставлю внизу. Идем дальше. В квартирах с маленькой площадью и узкими коридорами нужно уделить серьезное внимание межкомнатным дверям. Если вы еще не знакомы с дверями со скрытым коробом, позволяющими отказаться от наличников, то обязательно обратите внимание на них. Такие двери можно устанавливать вплотную к примыкающей стене, не опасаясь, что наличник придется подрезать. А вот если в помещении нет места для постоянно открытой двери, то стоит рассмотреть раздвижные двери. С такой дверью в узком коридоре вы не будете рисковать получить по лбу. На пятом месте шкафы с зеркальными дверями. Когда будете выбирать фасады, обратите внимание на двери с зеркалами. Зеркала визуально увеличивают пространство и делают помещение более светлым. Опять же, не нужно искать место на стенах для зеркал в полный рост. А стоимость шкафов с зеркальными дверями не намного выше, чем у шкафов с глухими фасадами. Шестое место за узкой кухонной техникой, варочной панелью и духовым шкафом шириной 45 см. Благодаря такому выбору вы сможете увеличить площадь столешницы на кухне и ширину нижних и верхних шкафов. Такое решение было выбрано мной в двух моих проектах однокомнатных квартир. Ссылки на их обзоры оставлю под видео. Следующие в списке легкие перегородки для разграничения пространства. Если вам нужно визуально разграничить функциональные зоны, например, гостиную и спальню, спальню и кабинет, не стоит загромождать помещение сплошными перегородками. Рассмотрите популярный и доступный метод разграничения пространства при помощи деревянных брусков. На этом на сегодня все. Спасибо, что в прошлом видео про ошибки в ремонте вы поделились своим опытом. Поделитесь, пожалуйста, и в этом видео своими идеями по обустройству маленьких пространств. Не забываем ставить пальчики вверх, если видео оказалось вам полезным. Обязательно подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик. Всем пока и до новых встреч!